приветствую всех кто заглянул на мой канал спасибо тем кто подписывается оставляет свои комментарии ставит лайки зина нашлась она терялась что вышла из дома и исчезла в неизвестном направлении пропала без вести человек живет своей жизнью хочет отвечает на звонки не хочет не отвечает прям с собаками надо искать она сказала лежала в больнице в пятницу выписали все зина нашлась зина потерялась поднялся к маме на пятый этаж еле дышит запыхался бедолага а все туда же зина пропала зина нашлась спортом надо заниматься а не просто худеть уже как дрыщ все ходит выясняет кто кому что когда сказал при каких обстоятельствах но ничего пока надя тут глядишь севку и откормит его в кое в киве кормили как на убой а тут одна один и стрип не он тоже не отказывается наберет еще баба таня с надей готовится потихонечку поездки баба таня говорит все вот все деньги что у меня были все беру с собой а это специально для нас зрителей говорят или на самом деле тащит их с собой она думает что ей вот так сразу по щелчку сделают операцию хотя сейчас а почему бы и нет сейчас все поставлено на поток если человек платит то зачем его упускать конечно могут сделать сразу скажут чтобы она оставалась на обследование и тут же трах-бак все готово интересно сам вел останется с ней или вернется домой ему же нужно выходить на работу а с бабой таня кто останется надя и будет то же самое что и зиной хотя эта операция конечно другая наоборот бабе тани нельзя будет вставать делать резкие движения наклоны ну может быть за счет этого повезет про зину и тут и там передают коле интересно где зина появилась не появилась позвонила не позвонила говорили не говорили с нею сам вел тоже спрашивает про зину но если вам двоим так интересно позвонили бы и сами узнали где она и что с нею на самом деле конечно им пофиг лишь бы видео снять поднять волну в комментариях и все чтобы это все раскрутилось или и зрители начали активно все это обсуждать только ради этого исключительно надя сказала нет зина сама так и не позвонила я ей дозвонилась я бы не стала звонить после того как зина шептала за спиной не хочет общаться не берет трубку до свидания зачем навязывать свое общество человеку делать нечего зина на дикто лучшая подружка у них какие-то дела общение с бабой таня вот пусть баба таня звонит и спрашивает куда подевалась зина а я бы не стала узнавать и говорить про это не стала бы это ваша подруга разбирайтесь сами а я то здесь причем моя хата с краю вот и сейчас надя поговорила зиной то сказала что она специально ничего не рассказывала чтобы не было никакой информации для youtube надя ничего не хочет говорить севка давит ну так шо ну шо ты виляешь что-то крутишь хвостом говори уже что-то узнала про зину вот теперь опять крайне будет надя она всем видом показывает она не хочет говорить на эту тему сам вел не отстает говори говорю говори что же зина тебе такого сказала что с нею произошло и снимает ему плевать что зина не хотела чтобы в youtube про это знали это ее законное право не разглашать о своих болячках знаете что мне было странно в этом разговоре на что я обратила внимание сам вел так напирает на то что а лежала зина в больнице или нет будто он что-то знает может быть поэтому он так ехидно говорил вы же ничего про зину не знаете а я говорить не собираюсь может быть он узнал что она не лежала и поэтому так себя ведет а разоблачать не хочет но по крайней мере пока не хочет мне еще прошлый раз показалось странным что сам вел поставил этот факт под сомнение а она действительно лежала в больнице спрашивал он и нади я когда услышала что зина в больнице мне даже мысль не пришла в голову сомневаться в этом факте но зачем говорить что она там если она не лежала я даже не подумала об этом а севка подумал поэтому когда сам вел задал такой вопрос сомнения в голосе мне это показалось странным потом я уже стала думать над этим была еще одна странность зина не отвечала наде ровно до того момента пока надя не написала что она пойдет к ее лечащему врачу и попробует узнать где конкретно зина лежит только тогда она откликнулась и сказала что меня в пятницу уже выписывают кто-то из зрителей мне написал что ни в какой больнице зина не лежала может быть тоже как-то выяснили а может быть это просто чистой воды предположение было в комментариях можно такое прочитать что диву даешься вон юля немилая до сих пор никак не может успокоиться все икру мечет что и не удалось ей втиснуться в эту семью а наде удалось написала она что надя зина чуть не подрались в самом начале своего знакомства а и сам вел упустил этот момент да он первый вещал бы об этом на всех перекрестках это же такое событие это же бомба для ютюба можно просто заголовок такой зина подхлаз надей вот возьму и сделаю такое превью серка не воспользовался я воспользуюсь из германии юли виднее да что творится в днепре ох эти бабы говорит сам вел да уж я не знаю как эти бабы или те бабы но одна баба у него на канале точно виновата сам велита которая так любит вот этим всем заниматься интриги разборки выяснения отношений спрашивать об этом ролики записывать кто его заставлял сейчас поднимать эту волну ох эти бабы а кто затеял этот разговор для чего что снять больше нечего было только вот вот это вот закрутить в комментарии о давайте зрители начинайте писать он же великий манипулятор он прекрасно знает что да достаточно кинуть кости все зрители тот же кинуться и начнут строчить все подряд так и получилось также были комментарии кстати что зина все-таки лежала в больнице но со временем узнаем если не лежала а сказала что лежала там и сам вел об этом узнал он обязательно об этом расскажет но точно не промолчит надя положила ему еду позвала бабу таню с собой чтобы никто не мешал сам велу поесть он же постоянно орет что мамка так заглядывает ему в рот что он после этого есть не может но стоило только надя выйти из кухни как сам вел тут же стал снова продолжать этот разговор про зину но вот зина же читает все комментарии возмущается сам вел вот как я не люблю эти обобщения что значит человек читает все сообщения он реально думать что это возможно надя тоже читает сообщение но я очень сильно сомневаюсь что физически возможно прочитать все но все равно будут комментарии которые который человек не прочитает но невозможно же каждый раз заходить в коменты и по новой читать чтобы захватить абсолютно все постоянно же они обновляются добавляются и добавляются но невозможно физически прочитать их все невозможно к чему он клонил по поводу этих комментариев что зина их все промониторила знала о чем пишут зрители да вот к чему он клонит его в коментах обосрали зину пожалели а она своей молчанкой продолжает навлекать на его голову гнев зрители да если он так подумал а он именно так и подумал хуе это с рук не сойдет он этого просто так не оставит это точно но он еще подождет чтобы набралась вот эта концентрация гнева зрителей и потом что-то начнет предпринимать но по крайней мере пока что на данный момент что-то тв стала говорить про зину он это вырезал в эфир не выпустил на надю казалось у чепляется начала была баба таня но это зина якобы говорила про надю вот вот опять-то сам был мог полностью убрать чтобы этой фразы не прозвучало но на это оставил знаете что зина не белая пушистая но пока не время ее разоблачать да вот на на надю казала что чепляется шо там зина казала на надю неизвестно севка уже это в эфир не выпустил советует надя вечером собирайте соберитесь ты мама пойдите к зине после комментариев оставьте зину она не хочет вас видеть и слышать надя какое-то имеешь отношение к зине но пусть это бабе тайна подружка она с ней разбирается я бы не пошла зачем в самом деле она не хочет не отвечать не разговаривать для чего ходить не пошла бы ни за что и никогда так севка еще еще что предлагает вы возьмите коньяка или водки это прямой намек на то что они все любят выпить или чтобы действительно выпили да передрались баба таня тоже знаете с таким упоением рассказывала как надя зиной вылокали бутылку коньяка я же специально сделано акцент на том что зина так любит коньяк и так много его выпила вот они с нади вдвоем пили а я даже не притронулась допить в этом любите все без исключения люди взрослые каждый знает свою меру это главное из гостей все идете на своих ногах они на рогах под руки никого не ведут зачем делать на этом акцент две взрослые женщины сели выпили коньяк зачем об этом говорить кто из них больше кто меньше для чего сейчас об этом говорить просто чтобы себя показать что вот они пили а я даже не притронулась но в этот раз не притронулась в другие разы притрагивалась так что рука так хова вы видели да каким жестом баба таня заливает в себя жидкость прям хоп и все как сухую землю ушла к чему было это упоминание бутылки не понимаю человек после больницы какой коньяк какая водка для чего было об этом говорит но вы все-таки сходите говорит сам вэл попроведайте человека у нее вот давление было там судя по всему она с этой проблемой и лежала в больнице а сам видимо ржет надя глядя на него тоже рассмеялась не там все непутевые с прибабахом данную баню они контент пилят на всем на чем только можно попробуй там разобраться там черт ногу сломит когда они говорят правду а когда они просто делают что-то ради контента ну вас вот таким вот был мой обзор на этом я буду его заканчивать всем спасибо за просмотр надолго не прощаюсь с вами всем пока